Два с половиной года назад в России было создано детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». Несколько десятков его отрядов действуют и в городском округе Щелково. Одно из направлений работы, военно-тактическую подготовку, курирует общественная организация 13-я сборная бригада. На страйкбольный полигон в поселке Литвиново приезжают отряды молодежного движения «Юнармия» со всей Московской области. Давно здесь ждали в гости главу Щелковского района, чтобы показать наглядно, как достойно заменить забытый советский школьный предмет НВП начальной военной подготовки, как подготовить ребят к службе в армии и вообще, как по-настоящему вести военно-патриотическое воспитание. Каждую неделю юнормейцы проводят на полигоне, переоборудованном в здании бывшей фермы, военно-тактические игры. Страйкбольное оружие очень напоминает настоящее, но стреляет почти безобидными пластмассовыми шариками. Ребята учатся обращаться с ним, вести бой, защищать товарищей. Алексей Валов присоединился к отряду из поселка Фряново, против которого выступили несколько взрослых участников команды 13СБ. В итоге трое подростков, в том числе, заметьте, две девушки и один глава района, конечно же, одержали победу. Молодцы! Вот реально создали картину, которая необходима для того, чтобы вести уличные бои. Наши воины должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к ведению боя в городских условиях. А молодежи школьного возраста это нужно? Обязательно, обязательно. Это повышает выживаемость, если они падают в такие условия, ну, процентов, наверное, 90. В дальнейшем в армии служить и военная тематика, это мужской, это, типа, интересно очень. Мы умеем, то есть, обращаться с оружием, то есть, как стрелять, как его разобрать, вот, там, учимся боевыми, там, приемами, вот, то есть, ну, многое, что мы можем и умеем. Но не только для развлечения приехал в Литвинова Алексей Валов. Этот полигон, хоть и оборудован всем необходимым, но находится в частной собственности и довольно далеко от города. Руководство штаба юнормии просит найти площадку для практических и теоретических занятий поближе к Щелкову и в дальнейшем вести военно-патриотическую работу уже под крылом муниципалитета. Патриотический военно-спортивный клуб районный, где мы готовы заниматься и с молодежью, и со школами. Если это будет ближе к городу, то и детей будет проще привозить, с ними будет проще работать поближе к школам. Я уверен, что на уровне Андрея Юрьевича мы найдем поддержку, губернатору нашего, ну, а я уже, безусловно, поддерживаю. Несмотря на все трудности, связанные с эксплуатацией этого помещения и перспективой эксплуатации этого помещения, мы сделаем все возможное, чтобы условия были достойными. Над этим буду работать.